Привет, меня зовут Аня. Я сегодня буду рассказывать о том, что такое цвет и как он обретается у всяких разных штук, которые нас окружают. А, собственно, давайте вообще разберемся, что такое видимое излучение. Это достаточно узкий, вот видите, какой он маленький кусок спектра вообще электромагнитных волн, для которых мы отрастили себе специальные датчики, чтобы уметь его воспринимать. И, соответственно, видимым цветом называется вот это вот все, примерно от 400 до 700 с копеечками нанометров. Теперь давайте разберемся с тем, какая у нас бывает окраска. Самый известный вариант окраски, про который знает большинство людей, это пигментные или абсорбционные. Она о том, что у нас есть какая-нибудь химическая штука, пигмент, которая поглощает все длины волн, кроме какой-то одной выделенной, которая отражается, и, собственно, эту волну, она потом нам идет в глаз, мы ее видим. Поднимите руки, кто хотя бы раз слышал подобное объяснение, там, в школе, не в школе. Отлично, у вас большинство. Теперь посмотрите внимательно на этот слайд и поднимите, пожалуйста, руки, кто хотя бы раз в жизни сделал хоть что-нибудь из этого. Еее! Успех! Вот. Что у этих ребят общего? Общего у них то, что у них это работает вообще не так. Вообще очень многих штук в нашей жизни это работает не так. Так. Ну и тем более, смотрите, вот здесь есть ребята, на которые, если под них смотреть под разными углами, они меняют цвет. Что это вообще за такой пигмент, на который вы смотрите с другой стороны, и он начинает отражать другие длины волн? Ну, если у нас окраска не пигментная, то за счет чего еще она может вообще организовываться? Организовываться она может за счет структуры. Называется это структурная окраска, бывает очень многих разных видов, и это замечательно. Вот. Теперь немножечко истории. Еще в 1665 году Роберт Гук в своей книге «Микрография» он описал о том, что вот павлини и перья, они такие хитрые, вот которые на хвостах. Что вот если их поворачивать, они вот под разными углами выглядят по-разному. Непонятно. После этого Исаак Ньютон, который нам большинство геометрической оптики придумал, он тоже в 1704 году написал книжку оптиков, в которой он описывал интерференцию в тонких пленках. Я объясню потом, что это. И в том числе рассказывал, что вот, наверное, павлини и перья работают примерно по такому же принципу, потому что, ну вот, все похоже очень. После этого Юнг, Юнг, пардон, Юнг, он изобрел более-менее волновую оптику и все это хорошо описал. Но вот смотрите, очень долгое время, то есть у Гука и у Ньютона вроде бы были оптические микроскопы, но они были, ну вот, какие-то, ну, такие себе. То есть какие-нибудь совсем маленькие структуры в них не увидишь. А вот в 1981 году ребята изобрели сканирующий туннельный микроскоп, который, так, конечно, нельзя говорить, но я буду все равно это говорить, буквально нам позволяет фоткать атомы. И, в общем, понеслось. Вот. Это, собственно, фоточка крыла бабочки, очень хорошо увеличенная, вот микрометры. Вот такая вот она хитрая. Давайте об этом тоже поговорим. Ну, собственно, первое, очевидно, это разговор про интерференцию. Что нам нужно знать про свет, чтобы говорить про интерференцию? Во-первых, нам нужно знать, что светом бывает разный с длинн волн. Вот. Во-вторых, нам нужно знать, что свет, когда он из одной среды переходит в другую, с каким-то другим показателем преломления, это тоже какая-то история из школы, очень давняя, почти, наверное, никто не помнит, но это не важно. Он как-то изменяет свой ход. В зависимости от того, какие показатели преломления у сред. Вот. И третья история, очень-очень важная история, которую тоже, кажется, экспериментально открыл Ньютон, о том, что цвет разных волн преломляется по-разному. То есть, видите, вот этот вот фиолетовый лучик, он преломился чуть больше, и более того, у них в среде разная скорость движения у разных волн. Вот красный он практически не преломился. Ну, замечательно. А что вообще из этой картинки мы еще можем извлечь? Например, что вот если свет у нас вот идет, часть-часть его отражается, а часть проходит в пленочку, и вот он какое-то время в этой пленочке тусит. И, соответственно, вы видите, что вот путь, который нужно пройти фиолетовому лучику, он гораздо меньше, чем путь, который нужно пройти красному лучику. Соответственно, они там будут тусить разное время. И что может произойти дальше? В этот момент нам нужно вспомнить, что свет — это тоже электромагнитные волны, то есть мы можем думать про них как про синусоиды. Синусоиды — это вот так, пардон, да, это картиночка с дисперсией света для тех, кто любит группу Pink Floyd. Возможно, эта картиночка вам более знакома, чем предыдущая. Мы можем думать про свет, про электромагнитные волны, как про, ну, достаточно хорошие предложения, как про синусоиды. Вот, и поскольку... Да, и что может произойти дальше? Вот у нас был какой-то свет, который падал, часть отразилась, часть прошла, я там что-то поделала и вышла. И, соответственно, да, и, естественно, свет, он падает не одним лучиком, а вот таким вот более-менее сплошным потоком. То есть каждый раз, когда лучик выходит из пленочки, он встречается с какой-то отраженной волной, которая просто отразилась от поверхности. И что с ним может произойти? В зависимости от разности фаз, от того, сколько он времени там проводил, они могут вот либо вот так вот сложиться, амплитуды. Видите? Ну, то есть эти штуки не должны быть разных цветов, они разных цветов, потому что они на графике, вообще это, по идее, волны одного цвета. И вот если они, вот цвет, который там преломился и что-то делал в пленочке, выходит, и он вот достаточно близко по фазе с цветом, который просто отразился от верхней части пленочки, то они вот так вот суммируются. Все прекрасно. Если он по фазе примерно на период, то вот они, видите, они убились. И результирующая оранжевая линия, вот просто вот нет никакой интенсивности. А если они вот не совсем на период, то вот он немножечко убился. И, соответственно, наш глаз его не воспринимает, потому что, ну, нечего. Да, вот эта вот штука называется конструктивной интерференцией. Это значит, что вот какая-то длина волны, конкретная, выделенная для этой пленки, она усиливается. А вот эти вот все остальные длины волн, они могут, ну, убиться как-нибудь. Мы их не будем видеть. Вот. Самые известные примеры интерференции в тонких пленках – это вот мыльные пузырьки и вот бензиновые лужи. Причем, наверняка, бензиновые лужи вы тоже видели. Почему они вот совсем разных цветов? Потому что вот для нас поверхность мыльного пузырька, она вот более-менее равномерно одинаково тоненькая. А для света нет. Для света очень, ну, очень сильно ощущается, поэтому убиваются разные длины волн. И очень хороший пример интерференции в тонких пленках – это вот такие вот синие крылышки, вот синие пятнышки на крылышке у павлиньего глаза. Возможно, кто-нибудь из вас тоже его видел, но я не уверена, что они вообще водятся в наших краях. Что может быть еще? Мы можем взять, вот у нас был воздух и пленочка, а теперь мы можем взять воздух, пленочка, воздух, пленочка, воздух, пленочка много раз. И тогда у нас какие-то неугодные волны совсем погасятся, а какие-то угодные совсем-совсем усилятся. И вот очень хороший пример – это жук-бронзовка. Я не вставляла видео, но на ютубе можно поискать видео, что когда он летит, под некоторыми углами он вспыхивает почти так же ярко, как солнце. Это очень усиленные волны. Замечательно. Это самый известный вид бабочки – это морфа. Она практически легендарна, потому что люди, которые хотели изучать структурную окраску в бабочках, они почти всегда обращались к этой морфе. И, собственно, она наиболее хорошо изучена. Вот посмотрите, какая она замечательно синенькая. Вот если мы немножко повернем, она тоже будет замечательно синенькая, но немножко по-другому. Почему? Почему это происходит? Потому что вот у нее в крыльях, вот если очень сильно посмотреть в микроскоп, у нее будут вот такие вот структуры. И вот эти вот структуры, они вот за счет интерференса, они замечательно дают нам прекрасный синий цвет. При этом видно, что у нее вот здесь не везде, она не везде синенькая. И, по-видимому, это происходит от того, что, ну, на самом деле у бабочек тоже есть пигмент. Пигмент меланин, который у большинства из вас есть в волосах, те, кто не покрашен. И, соответственно, бабочка, она вообще более-менее вся коричневая, но за счет вот этих вот структур некоторые ее части выглядят синими. А вот если вы ее перевернете, внизу у нее этих структур вообще нет, она внизу тоже просто коричневая. Вот. Какие бывают еще истории? То есть интерференция, она же, если вы будете смотреть под разными углами, она же будет по-разному выглядеть. Но есть очень много вещей, которые, в принципе, вот под каким углом ни смотри, она все время одинаковая, но она все время синяя. Но, например, у птиц вообще синего пигмента не бывает. И зеленого тоже. Зеленый пигмент есть только у каких-то африканских, очень странных африканских птиц, которые вы специально себе отрастили. Непонятно зачем, если можно было просто структурой сделать. Вот. Ну, и при этом они не переливаются. То есть интерференция, это всегда, более-менее, всегда про переливчатость. А вот наши обычные голуби, ну, они ж... Ну, то есть у них есть вот эта вот красивая штучка на грудке, но все остальное синяя часть у них, она не переливается. Что происходит? Происходит то, что есть такие замечательные штуки, как катонные кристаллы. Они, соответственно, бывают одномерные, двумерные, трехмерные. Я вам сегодня буду рассказывать в большинстве с вами про трехмерные, потому что они чаще всего реализуются. Ну, я не уверена, что чаще всего, но все, что я находила, было про них. Соответственно, что из себя представляет фотонный кристалл? Глядите, те из вас, кто знают, как работают зоны структуры полупроводников, вот фотонные кристаллы работают так же. Те, кто не знает, я вам сейчас расскажу. Поднимите, пожалуйста, руки, кто хотя бы раз видел в каком-нибудь фильме вот эти вот пафосные клубы, там, где всякая секьюрити и вот-вот-вот-вот. Прекрасно. Там обычно стоит секьюрити, у которого есть фейс-контроль, и он кого-то пропускает, кого-то не пропускает. Вот про фотонные кристаллы можно думать, это абсолютно ненаучно, но все равно можно думать, что там есть такой маленький такой нанофейс-контроль, к которому приходят фотоны каких-то длин волн, а он им говорит, нет, чувак, ты не вышел длиной волны, уходи. Потом он расстраивается и отражается он прямо в глаз. Вот, и вы видите какой-то свет. Собственно, у разных фотонных кристаллов эти вот требования фейс-контроля, они разные, поэтому вот отражаться может вот все, что может. Как они устроены? Вот самый известный пример фотонного кристалла в природе — это опал. Вот это вот его фоточка настоящего опала — это попытка воссоздать структуру опала. Он устроен вот буквально как плотно упакованные шарики кремния. И вот за счет того, что это такая хорошая, повторяющаяся во всех трех измерениях структурка, вот, собственно, происходит вот этот вот наносекьюрити. И, собственно, всякие разные ребята, они тоже научились себе выращивать фотонные кристаллы. Это, например, вообще, вот это вообще абсолютно прекрасная история, я ее обожаю. Это шесть видов бабочек себе отрастили прекрасную математическую структуру, которая называется героида. Это структура минимальной поверхности, которая повторяется во все три измерения. То есть математики над ней голову били, а бабочки взяли себе и отрастили. И это еще один хороший пример фотонного кристалла. У бабочки название, которое я не могу выучить. Извините. Да, вот так вот они выглядят. Вот так вот благодаря этому мы видим такие зеленые красивые синие цвета. И, собственно, прекрасная история про хамелеонов. Хамелеоны вообще существа загадочные, потому что если мы знаем только про пигмент, а он белет и изменяет свой цвет онлайн, то что вообще за дичь? Вот такая вот дичь, что хамелеоны устроены вообще очень хитро. Они очень продуманные ребята. У них есть и пигменты, причем много разных, и фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы у них, вот, они образованы... Ну, они находятся в клетках, которые называются эридофоры. И они образованы из кристалликов гуанина. Гуанина — это такая штука, которая у нас в ДНК. А еще она может быть у хамелеонов в коже, просто потому что она может. Что происходит? У этих ребят, помимо того, что у них есть некоторые пигменты, которые они умеют хитрым образом либо выводить наружу, либо не выводить, а у них есть вот эти вот кристаллы, между которыми меняются в зависимости от физиологических параметров. Ну, не только физиологических, но в том числе их окраска зависит от температуры, давления, вот этого вот всего окружающего. Ну, еще она зависит, как известно, от разных физиологических состояний. То есть беременный хамелеон выглядит немножко по-другому, чем обычное. И в зависимости от физиологических состояний у них меняется расстояние между этими кристалликами гуанина. И они начинают пропускать другие длины волн. То есть у них там security, который вот они непрерывно меняют на какого-то нового security, у которого вот какой-то другой список фейс-контроля. Происходит вот это вот по вот этой вот кривой. Это абсолютно замечательно. Да, это тоже еще одна фоточка про вот хамелеона, который... Я не знаю, это слово по-русски, извините. Да, расслабленные хамелеоны, которые возбужден. Вот. И, собственно, история про птичек. То есть вот глядите, вот у нас есть вот примерно 4, вот эти вот 4 ряда птичек, которых, собственно, окраска только пигментная. То есть у них есть порфирин этот, это пигмент красный, у них есть каротиноиды, это оранжевый пигмент, и меланин, который в большинстве из вас в волосах, это коричневый пигмент. Вот. И есть ребята, которые окрашены только структурно. То есть у них какая-то хитрая структура либо пера, либо чего-нибудь еще, и поэтому мы видим их синенькими. А что с зелеными ребятами? Ну, то есть, да, зеленый цвет тоже может за счет фотонных кристаллов реализоваться, но, по-видимому, чаще он реализуется за счет того, что у них есть какой-то пигмент, и он какой-нибудь желтенький. А есть еще какая-нибудь структура, и она вот такая плюс-минус полупрозрачненькая, и вот-вот синий плюс желтый, это зеленый. Ну и вот. Вот. А это много ссылок. Их можно читать, к сожалению, на русском только одна. Но вот что есть. Спасибо за внимание. А подскажите, пожалуйста, вы рыбок не изучали? Да, в рыбках это тоже, ну, я вообще этим не занимаюсь, если что. В рыбках, да, вообще это реализуется в рыбках тоже, то есть, если вот эти все красивые аквариумные рыбки, которые так переливаются, вообще, если вы видите что-то, что красивенько переливается, почти наверняка это структурная краска. Зачем? Зачем желтым такая краска? Ну, например, некоторым животным нужно маскироваться. Им не хватает пигментной краски? Это же, ну, наверное, сложнее эволюционно развить такую краску, чем просто... Ну, я не знаю, насколько это сложнее эволюционно. Вообще непонятно, как мерить эволюционную сложность. Но, глядите, пигменты, которые отвечают за синий и зеленый, вот они вроде бы есть у цветочков. Да, вроде бы там есть антоцианы всякие, но вот если каким-то ребятам удобно быть зелеными, то они рано или поздно... Да, всех остальных съедят. Кто не отрастил, себе фотонные кристаллы тех съели. Смотрите продолжение в 2 части. Субтитры подогнал «Симон»